В Пенсионном фонде на очередные встречи с журналистами сегодня разъясняли основные принципы и положения новой формулы исчисления трудовой пенсии по старости. Действующий порядок ее расчета несправедлив к самой экономически активной части населения, считают реформаторы. Сегодня размер трудовой пенсии фактически не зависит от того, как долго проработал человек. Авторы новой формулы считают, что будущее за другой системой. Больший стаж – больше выплата. Если общий трудовой стаж более 35 лет, то по новым правилам пенсия будет назначена в повышенном размере. За каждый год переработки дополнительно начислят один пенсионный коэффициент. Его стоимость ежегодно будет определять правительство страны. В трудовой стаж по-прежнему входит уход за детьми и служба в армии. Женщине 60 лет, мужчине 65 лет только имеют право, если нет трудовой пенсии, получать государственную пенсию. Есть проблемы. Да, на самом деле, если 14, даже с половиной лет, он должен доработать. Для тех, у кого низкая заработная плата, есть так называемая подушка. Она позволит получать им фиксированную, ранее это была базовая, выплату, которую доведут до прожиточного минимума. К 2025 году минимальный общий стаж для получения трудовой пенсии возрастет с 5 до 15 лет. Но процесс будет пошаговым прибавлять, предполагается, по одному году в течение 10 лет, пояснили журналистам.